Цифрами недели стали 7 миллионов тонн зерна и дата 20 августа. Президент поставил задачу аграриям завершить к этому числу уборочную. Жесткие сроки – следствие жесткого разговора с губернаторами на Большом селекторном совещании. Проверки вскрыли расслабленность на местах. Техника для работы готова не вся, есть вопросы к руководителям и к работникам. Так уж повелось, это тенденция длительного времени, но вот есть стойкое ощущение, что хлеба и всего остального, выращенного на земле, стране хватит. Это действительно так. Агропромышленный комплекс обеспечивает и наши внутренние потребности и хорошо зарабатывает на экспорте продовольствия. Времена, когда Беларусь думала, где купить продукты, зачастую в долг в прошлом. Однако копейка рубль бережет, а зернышко – весь каравай. Головокружение от успехов тут неуместно. Урожай для Беларуси – это не только какие-то показатели. Практически все, чем живет и прирастает страна – это тяжелый труд. Что в сфере высоких технологий, что в полях. По принципу, что посеешь, то и пожнешь. Труд кормит белорусов, а не какая-то манна небесная из углеводородной трубы. Поэтому недоработки или расслабленность – это звоночек, на который надо обращать внимание. Полей очень много, а ресурс сельхозтехники всегда ограничен. Она имеет обыкновение ломаться. Поэтому убрать урожай не просто дело техники. Еще и дисциплины. Юлия Бешанова и Алексей Волков проехались по стране и посмотрели, как собирают урожай. Зернышко к зернышку. На неделе поля крестьянские обсуждали на полях политических. Первые дни уборочной работы шла, что называется, ни шатка, ни валка. За сутки убирали всего до 3% урожая. Селекторное совещание, которое, казалось бы, кануло в лето, оказалось мерой необходимой. Тем самым ключом в зажигание, повернув который, наконец, удалось разогнать всю уборочную машину до полных оборотов. И к концу недели сводки с полей стали куда оптимистичнее. За это время успели убрать четверть всего урожая. И цель до 20 августа завершить жатву не такая уж и призрачная. Селектор, что называется, нажал на педаль газа. Нечего на погоду пенять, если к уборочной не готовы. Главный лейтмотив жесткого и принципиального разговора – судьба общего каравая в руках непосредственных участников страды. При грамотной организации труда капризы небесной канцелярии, а именно из-за этого с началом работы опоздали на 8-10 дней, для аграриев могут убернуться манны небесной. Категорически запрещается все списывать на погоду. Дай бог, чтобы каждый год у нас была такая погода. Идеальный год для сельского хозяйства. Пусть старым укосом прекрасные травы, хорошие зерновые, идеальный картофель вырос. Лен неплохой, свекла, овощи – это же тоже урожай и очень важный для человека. Все это лучше, чем в былые годы. Прекрасный год. Ну да, задождило. Кому-то удивительно, что в Беларуси идут дожди. А что если бы высохло все? Ну, убрали бы мы хлеба, получили 7 миллионов тонн. Не было бы картошки, не было бы овощей. А вот сбоит как растал, где вступает в силу человеческий фактор. Урожай поспел, колоссы наливаются силой. Вот только собирать плоды посевной, как оказалось, не готовы. Это при том, что все необходимое для успешной уборочной со стороны государства было сделано в срок. 6% комбайнов по всей стране на момент селектора все еще стояли на ремонте. В цифрах это без малого 600 зерноуборочных машин. В сложившейся ситуации необходимо организовать работу, возможно, и круглосуточно, так, чтобы следом за комбайнами с полей сразу убиралось солома, вносились удобрения, велась обработка почвы под посев. Вместе с тем, как показывают контрольные мероприятия, некоторые сельхозорганизации не полностью подготовлены к оперативному выполнению этих работ. За примерами далеко ходить не нужно. Витебская область реальная статистика говорит сама за себя. На этом машинном дворе 30 комбайнов из почти 80 не в рабочем состоянии. Да и в целом по региону ситуация еще пару дней назад была почти плачевная. В строю лишь 85% зерноуборочных войнов. В цифрах это полторы тысячи комбайнов. Хозяйство обещали, все исправим и всю технику отправим в поля. Сегодня работают везде, но догонять предстоит. Пока что убрано только 1,3%. Это свыше 4,5 тысяч гектаров. Но, как говорится, процесс пошел. Запчасти были ко всем довезены. К комбайнам, к остальным, которые были не готовы. Ремонтные работы велись. Были сформированы заявки. И были там небольшие трудности сразу на первоначальном этапе по их оплате. О технике за более чем полуторачасовой разговор с губернаторами вспоминали не раз. Главы регионов сетовали. Недостаток комбайнов, а значит реальный риск потери части урожая. Круг, который сами разорвать не в силах. В этом году в уборочный строй должны были встать 339 новеньких сельскохозяйственных машин. К моменту начала жатвы отгрузили меньше полутора сотен. Всю технику, которая заказана, отправить в хозяйство, если не оплачено под гарантией губернаторов, что толку от того, что изготовлены комбайны, и они сегодня стоят на заводе. Денег нет. Ну, завтра появится. А комбайны-то не нужны будут завтра. Поэтому немедленно отправить под гарантией губернаторов и Кобякова. Из Гомеля с любовью на поле страны промышленный Атлант отправил около 300 единиц техники. Часть добирается сама по транспортным артериям. Другие единицы загружают на платформу, проверяют исправность и в бой по регионам Беларуси. Еще пару дней назад логистика была камнем преткновения. И здесь помог стимул в виде звонкого селектора. По зерноуборочным комбайнам мы заявленное количество обеспечили изготовление и передачу непосредственно в хозяйство. По 72 кормоуборочным комбайнам также обеспечена передача в хозяйство. Ну и сейчас ведется активная проработка закрытия цифры 186 комбайнов. Где-то не хватало комбайнов, где-то не комплект механизаторов, где-то банальная нехватка топлива. Здесь в уборочный календарь внесла коррективы именно погода. Убирать и сеть в этом году нужно в сжатые сроки. Этот вопрос тоже решили централизованно. Очень бы хотелось, чтобы не сдерживать объем работы, комплекс в целом. Конечно, необходимо порешать вопросы топлива в рассрочку. Значит, решение по удобрениям и топливу. Головой отвечает премьер-министр и уполномоченные по областям. Топливо в области, подчеркиваю, не в хозяйствах конкретных, а в области запас топлива, неснижаемый, должен быть недельный. Сколько задеваем? 300. И этого хватит на 360 минут. Расход топлива одной единицы 50 литров в час. И проблем с обеспечением фактически кровеносной системы комбайна, как оказалось, хватало. Но в одном из хозяйств Гродненской области, кажется, нашли идеальное соотношение. Горючее запасают на пять дней вперед, а выдают на сутки, чтобы добытчик зерна не простаивал ни секунды, ведь это экономически невыгодно. И опять-таки погода – фактор серьезный, но не ключевой. Банальная толковая организация работы на месте – тот самый катализатор успешной уборочной компании. Имеем свой бензовоз, который работает по доставке топлива. Заправку производим под объем выполненных работ. Ежедневно ведется по приходу комбайна учет топлива. В 7 утра у нас работает заправка. 60% обеспечения кредита и 40% за свои деньги. Это все выдержим и топливом обеспечим. Темпы разворачивания зерноуборочных работ связаны и с заготовкой кормов из второго укоса трав. Первый – за погодной неустойчивость и выдался небогатым. Упускать шанс заготовить корма для скота – непростительная безалаберность. Еще несколько лет назад Александр Лукашенко дал поручение обеспечить хранение трав должным образом. Но кормовой ввоз, судя по всему, в некоторых хозяйствах и ныне там. Так называемые бурты и курганы – все еще реалии современности. Выходит, что в прямом смысле в землю все еще закапывают до 30% уже заготовленных кормов. По траншеям еще раз хочу напомнить. Пожалуйста, решите эту проблему за следующий год. Соберите все, где только можно в стране, лишнюю копейку, но сделайте нормальные склады для кормов. Посмотрите, эффект будет потрясающий. Брестская область не только самая южная, но и очень нужная при сборе общего урожая. И хотя показатели здесь действительно на порядок выше, собрали половину без заминок, что без солнца. Главная претензия силовиков, которые приезжали с проверкой, словно взята под копирку с соседей. Зерно зарыли в землю на хранение, хозяйственность с приставкой «без». Теряют урожай и в области Минской по той же причине. Есть разные хозяйства и разный уровень порядка, дисциплины. Есть, к сожалению, просто такая вот безхозяйственность. Таких случаев тоже хватает. К сожалению, вот даже вот начав эту уборочную компанию, уже 12 единиц техники у нас на полях сгорело. Сосидеть это немало. И, конечно, за это будет кто-то отвечать. Из положительного такое явление, как нетрезвый водитель или даже саботаж работы, крайняя редкость в любом из регионов. Уже подводя итоги заседания, Александр Лукашенко отметит, главная задача расшевелить, если уж совсем откровенно, встряхнуть людей. Судя по последним данным, катализатор сработал. Специалисты говорят, будем с хлебом, просто чуть позже. Ожидаемый вес крова не менее 8 миллионов тонн. Убрано уже больше четверти. И здесь буквально каждое зернышко на счету. Не ждите 20% влажность зерна, немедленно начинайте уборку. Не дай бог, будет вот такая погода, никакого 20 августа вы не уберете, если будете, как в народе говорят, спелить на полях эти зерновые. Все должно быть технологично. Здесь будет контроль железный, технологии и качества в этом году. Мы не можем потерять 800 тысяч, тире миллион тонн хлеба оставить на поле. Никаких нормативных потерь. Если разложить уборочную, что называется, по полочкам, то у 8 миллионов тонн хлеба есть вполне конкретные составляющие. Почти 9,5 тысяч комбайнов работает на протяжении 20 дней. Сбор с полей увозят грузовики, их больше. А всего людей, задействованных в жатве, как две армейские дивизии 43 тысячи. Топливо сжигается треть миллиона, это в тоннах. Все эти колоссальные усилия направлены на почти 3 миллиона гектаров земли. Селекторное совещание многие назовут анахронизмом, но собирать губернаторов в Минске посреди уборочной значит обезглавить регион минимум на сутки. Да и столь пристальное внимание к сельскому хозяйству. На государственном уровне, пожалуй, отличительная белорусская черта. Никто бесплатно работать в колхозе, в совхозе не будет. Поэтому крестьянам надо заплатить зарплату, если есть задолженность. И надо установить нормальные тарифы, чтобы люди заработали нормальные деньги хотя бы в эти месяцы. И зарплата должна быть выплачена вовремя. Не работайте на показуху. Мне она не нужна. Я найду возможность проверить. У меня достаточно таких контролеров. Как работают уполномоченные. Здесь немало было сказано о недостатках. Недостатках. Пора отвечать. Сан-Анаджир, займитесь этим вопросом. Всем правоохранительным органам вместе с Комитетом госконтроля виновных привлечь к жесточайшей ответственности. С 1 октября начинайте мониторить и принимать меры вместе с МВД, КГБ и другими структурами. Хлеб для нашей страны в прямом смысле всему голова. Это 7,5% ВВП и основной экспортный потенциал. Но стоит помнить, что дела так обстояли не всегда. Хлебные очереди на заре независимости – реальная картина из 90-х. Тогда удалось развернуть экономическую машину в сторону сельского хозяйства. Успехи аграрного комплекса – залог продовольственной безопасности страны. С этим сегодня вряд ли кто-то поспорит. А значит, сводки с уборочной куда важнее любых других новостей. На неделе в режиме нон-стоп. Вести с полей собирали Юлия Бешанова и Алексей Волков.